Вы на канале Автосовет и в этом видеоролике мы будем разговаривать о торможении двигателем на вариаторных автомобилях. А точнее, как я и обещал, я расскажу о плюсах и минусах включенного и выключенного режимов торможения двигателем. И в конце видеоролика мы постараемся понять, все-таки стоит оставить торможение двигателя включенным, либо же его стоит убрать и ездить без него. Прежде чем перейти к первому пункту, должен напомнить, что видеоролик о том, как отключить торможение двигателем на вариаторном автомобиле, вы можете посмотреть вот здесь, в правом верхнем углу, либо по ссылочке в описании. И давайте приступим. Итак, пункт номер один в рамках плюсов, это ваша безопасность и безопасность ваших пассажиров, когда вы спускаетесь с горки в зимнее время года. Потому как, когда вы заезжаете на горку, начинаете по ней спускаться, вы знаете, что стрелка тахометра повышается, и у вас автомобиль чуть-чуть начинает замедлять свое движение. Из-за того, что передаточное отношение в трансмиссии меняется, и вам, собственно, даже ногу на тормозе держать не особо-то нужда присутствует. Если у вас спуск достаточно крутой, а впереди внизу где-то какая-то опасность, или то, перед чем вам нужно резко затормозить, то, в конце концов, вам нужно меньше усилия на педаль тормоза жать. Вход в режим торможения у автомобиля будет происходить достаточно плавно, потому что автомобиль уже немножко притормаживает. Таким образом, у вас меньше вероятности попасть в какую-то нестандартную ситуацию, либо в какое-то дорожно-транспортное приключение. Меньше вероятности того, что автомобиль где-то там поднесет, занесет, либо колеса в юз станут. Пункт номер два, он, в принципе, связан с предыдущим пунктом. Единственное, нет особой разницы, эксплуатируете вы автомобиль летом, либо же зимой. Дело в том, что если вы попадаете на какой-то спуск, который достаточно длинный, то для вашей трансмиссии, наоборот, лучше, если двигатель будет работать с повышенными оборотами. Дело в том, что в любой гидротрансформаторной трансмиссии, будь то вариатор или будь то обычная классическая КПП, масляный насос, он завязан с маховиком двигателя. Соответственно, то давление и та скорость циркуляции жидкости, которую создает масляный насос в трансмиссии, он напрямую зависит от маховика двигателя, точнее, от оборотов двигателя. Соответственно, при вот таком вот достаточно длинном затяжном спуске, если у вас торможение двигателем выключено, и масляный насос работает при минимально возможных оборотах, вы можете столкнуться с локальным масляным голоданием, потому как давление в системе не создается такое, которое необходимо, и как следствие она не остужается так, как надо. Из-за того, что скорость у вас большая, а давление в системе и скорость вращения масляного насоса, она не соответствует вашей скорости передвижения. Поэтому еще один плюс однозначно в копилку включенного торможения двигателем. Пункт номер три, он связан с экономией. Дело в том, что если у вас торможение двигателем включено, и у вас достаточно большая скорость для того, чтобы гидротрансформатор был заблокирован, то при спуске с горы, значит, если вы ногу с педали газа уберете, расход топлива у вас будет как уровень преступности в Европе, то есть нуль. Если же у вас все-таки возникает вопрос, а почему, значит, двигатель не глохнет, если туда перестает подаваться топливо, то, наверное, все-таки стоит прочитать учебник физики за восьмой класс, либо же написать мне в комментарии, чтобы я снял отдельный видеоролик про экономайзер принудительного холостого хода, которым оборудуются абсолютно все современные автомобили. Я сделаю отдельный видос для того, чтобы не было срача в комментариях вот людей, которым впадло загуглить в течение 30 секунд и понять, почему же расход в этот момент ноль. Другое дело, что если уклон этот достаточно небольшой, то есть у него, ну, уклон какой-нибудь менее 20 градусов, то у вас автомобиль с включенным торможением двигателя будет постоянно замедляться, и вам так или иначе придется подгазовывать, таким образом ускоряя ваш автомобиль. Поэтому в среднем по больнице, если мерить вот расход на какую-то дистанцию там в километр и сравнить включенное и выключенное торможение двигателем, ну, приблизительно расход там будет у них, у этих двух автомобилей одинаковый. Но в моменте, если горка какая-то вот достаточно крутая, экономия с включенным торможением двигателем, она будет делать свое дело. Также могу отметить в рамках этого пункта, что мой автомобиль эксплуатировался в течение первых в 90 тысяч километрах с включенным торможением двигателем, последние 15 тысяч километров я ездил на выключенном торможении двигателем. И я заметил, что расход при включенном торможении двигателем по городу у меня меньше на литр, где-то 800 граммов. Итак, плюс номер 4 касательно включенного торможения двигателем. Для меня это динамика. Дело в том, что когда вы спускаетесь с какой-то горы или, в принципе, какой-то небольшой уклон присутствует, у вас обороты постоянно повышенные держатся. То есть там 2,5-3 тысячи оборота в минуту. И если в конце этого спуска вам нужно надавить на гашетку для того, чтобы что-то быстренько объехать или кого-то обогнать, то у вас уже трансмиссия готова к этому, потому что передачное отношение у вас повышенное. Соответственно, разгон будет идти с какой-то скоростью, он будет идти намного резче. Для меня четвертый пункт на самом деле является решающим в включении и торможении двигателем, потому что вот этот прирост динамики, особенно на автомобиле Nissan Qashqai, он ой как заметен. Если же торможение двигателем выключено, у вас при 80 км в час уже достигается минимально возможное передачное отношение, что-то оно там 0,41 является, если верить программе CVTZ50, то когда вы резко на педаль газа жмете, нужно время на то, чтобы конуса сжались, передачное отношение у трансмиссии изменилось, для того, чтобы вы что-то смогли объехать. Поэтому я здесь абсолютно четко чувствую, насколько такие манипуляции на дорогах, они с включенным торможением двигателя помогают. Итак, теперь о минусах, значит, включенного торможения двигателем. Самый первый минус, которым пугают все автослесари, все вот, как я их люблю называть, сервисмены, да и обычные обыватели, он на самом деле выходит как раз из предыдущего, из четвертого плюса этого торможения двигателем. Дело в том, что они говорят, что если у вас торможение двигателем включено, и вы попадаете на какую-то горку, вот это повышение оборотов, оно связано с тем, что у вас изменяется передаточное отношение в трансмиссии. И это действительно так. Дело в том, что если открыть, опять-таки, программу CVTZ50, мы увидим, что когда мы едем, допустим, со скоростью 100 км в час, и у вас на тахометре 2000 оборотов в минуту, передачное отношение на моем автомобиле 0,4-0,41. Когда попадается у нас спуск и обороты повышаются, то передачное отношение становится в районе 0,6. А это значит, что конуса сжимаются с одной стороны, разжимаются с другой стороны, и ремень начинает чуть-чуть елозить по вот этим конусам, таким образом делая выработку как самого ремня, так и по поверхности конусов. И на самом-то деле, отчасти, этот пункт имеет право на существование, потому что действительно, чем больше вот такой вот механической работы в трансмиссии происходит, тем больше выработка тех деталей, которые взаимодействуют друг с другом. Но опять-таки, так как основная масса людей, она ездит с включенным торможением двигателя, и она, в принципе, даже такое словосочетание, это ни сном, ни духом вообще не знать не знает, то вот людей, которые, значит, выключили торможение двигателем и сказали, что, а вот я выключил, и у меня автомобиль, значит, проехал на 100 тысяч километров больше, такой статистики не существует. Поэтому этот пункт достаточно спорный. Но опять-таки, я его сюда включил, потому что действительно, по логике, если есть какая-то механическая работа, значит, в трансмиссии, то есть какая-то выработка. Может, она незначительная, может, значительная, здесь я не знаю. Но факт в том, что выработка действительно есть. Итак, пункт номер два, это вот, значит, относительно вот этих товарищей, которые говорят, что зимой я включаю торможение двигателем для того, чтобы двигатель работал с большей теплоотдачей в теплообменник и таким образом более лучше прогревая, собственно, жидкость в трансмиссии. А летом я отключаю для того, чтобы не перегревать сам мотор и, как следствие, жидкость в трансмиссии. Так вот, из-за того, что помпа приводит жидкость в движение абсолютно пропорционально оборотам двигателя, он и охлаждается, собственно, так, как положено. А как следствие, жидкость в трансмиссии через теплообменник остужается тоже так, как положено. Поэтому этот пункт для меня абсолютно нерешающим является для того, чтобы выключить торможение двигателем. Поехали дальше. И пункт номер три, он достаточно субъективным является, но, тем не менее, имеет место на существование. Дело в том, что многие говорят, что я не чувствую наката, когда у меня включено торможение двигателем. Я себя помню, когда пересел на вариаторный автомобиль с механики и попал на горку, и я не понимал, что происходит, почему, значит, обороты двигателя начинают повышаться. Действительно, этот пункт имеет на существование. Я согласен, что многим может быть просто непривычно ездить так с включенным торможением двигателя. Поэтому, однозначно, если вы фанат наката и фанат вот этих вот спусков с горки, когда у вас ноги не на педалях находятся, включайте, даже не думая. Пункт номер четыре, значит, касательно минусов включенного торможения двигателем, это неадекватная работа круиз-контроля. Я в городе, когда пробок у нас нет, очень стараюсь ездить на круиз-контроле, если еду куда-то там на расстоянии 10-15 километров, и знаю, что у меня нет ни светофоров, ничего такого. Но если эта дорога сопровождается вот такими вот спусками и подъемами, и я еду на круизе, меня это дико раздражает, потому что стрелка трахометра начинает то вверх, то вниз, она, короче, плавает на протяжении всего пути, и ты слышишь, как двигатель начинает то гудеть, то обратно, значит, тише работать. Это дико раздражает. И в такие моменты я, на самом деле, жалею, что это торможение двигателем вот таким образом работает. Меня это дико бесит. Если вы выключите торможение двигателем, во время езды на круиз-контроле у вас будут постоянно практически одни и те же обороты, но они будут только изредка повышаться, когда вы будете на гору ехать. Но автомобиль просто офигенно едет именно при выключенном торможении двигателем на круизе. Пятый пункт, который относится к минусам включенного торможения двигателем, это то, что при выключенном торможении двигателя у вас намного плавнее разблокируется гидротрансформатор при оттормозке, особенно если вы оттормаживаетесь с горы. При включенном торможении двигателем вот этот пинок в жопу, он чувствуется гораздо сильнее, чем если торможение двигателем выключено и у вас обороты при спуске ниже. Кстати говоря, если вы не видели видеоролик, как отключить вот эти самые пинки при оттормозке на вариаторе, вам сюда по ссылочке кликабельный в правом верхнем углу. Ну, собственно, товарищи, всем спасибо за просмотр. Такой видос получился. Каждому, естественно, самому решать, оставлять ему торможение двигателем включенным, либо выключать его, кому как нравится. Я со своей стороны постарался рассказать все плюсы и минусы, которые заметил за время эксплуатации автомобиля на вариаторе. Для себя я принял решение, что торможение двигателем у меня постоянно остается включенным. Если вы знаете какие-то причины или у вас есть какой-то свой опыт касательно того, что лучше при включенном торможении или что лучше при выключенном, обязательно поделитесь в комментариях, для того, чтобы и я знал, и другие товарищи, которые посмотрят этот видеоролик, они могли, значит, зайти, посмотреть и услышать не только одно мнение от меня, но еще и от вас. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok